Здравствуйте, мои дорогие, любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролок и практик. Сегодня мы с вами гадаем на стимпанк Таро. Кто-то его называет вегетарианская Таро. На такую тему. Для чего вы с человеком в жизни встретились? Вот с загадным человеком. У нас с вами будет 5 позиций по одной карте, которые, возможно, придется докладывать. Колода очень классная, она мне нравится. Я вообще в нее влюбилась, когда увидела впервые у себя в руках. И пока я выкладываю карты, я вас приглашаю на индивидуальные расклады, на консультации поясновидения и на ритуалы. Пишите мне в вайбер, ватсап, вконтакте, в инстаграм, в телеграм. Я вам отвечу, сообщу все свои условия консультаций и цены. И мы с вами обязательно поработаем. Напоминаю, что звонить мне не надо. Вот многие люди звонят. Звонят, пытаясь что-то. Хочу все решить по телефону. Ну как же, миленькие мои, вы решите со мной что-то по телефону. Как я вам тарифы свои сброшу. Как даже номер карты. Ну неужели вы чувствуете вот так, что номер карты будем диктовать по телефону. Поэтому обязательно связывайтесь по контактным данным. Это же нормально. Быть в ногу со временем немножко. Итак, первая, вторая, третья, четвертая, пятая позиции. Напоминаю, что видео актуально в тот момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета. Значит, оно актуально для вас прямо сейчас. И мы начинаем. Для чего вы встретились? Первая позиция. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу обязательно. Итак, туз мечей. Туз мечей, вот невиданная сила вашей связи. Туз мечей, это запал. Ну вот, наверное, встретились, вот как гром среди ясного неба. Вот что-то пронзило прям. Вот почувствовали, когда встретились, очень сильный выброс энергии. Прям такое было ощущение, что в воздухе витают вот такие молнии. Понимаете? Конечно, туз мечей, это связь очень сильная, очень энергетически сильная. Это когда люди друг друга чувствуют прямо на расстоянии. Они вот прям могут запах друг друга почувствовать. Понимаете? Вы знаете, вот есть такое в подсознании у нас, что мы можем носом не чувствовать аромат друг друга. Но есть животный инстинкт вот этот, что человек уже на полтора метра вот к вам подходит. Вы уже чувствуете, почему говорят, что есть зона комфорта, да, ненарушаемая зона комфорта. Потому что мозг, он воспринимает этот запах, а человек его носом еще не ощущает, вот как он считает. Хотя уже все, как говорится, обработано мозгом, вся информация. Это на уровне животных инстинктов. Вот у вас это появилось. Вы знаете, даже вот зрачок, да, когда человек симпатичен, он расширяется, расширяется. Вот у вас такое было, что вы встретились и вот ток такой почувствовали, скорее всего. Вот это тус мечей, такая связь. Для чего вы встретились? Ну, во-первых, вам нужно было друг друга впечатлить. Для чего? Скорее всего, в жизни был какой-то застой. Когда люди ищут стимул в жизни для того, чтобы творить, для того, чтобы жить, для того, чтобы радоваться жизни. Иногда они встречают друг друга именно, чтобы появился вот этот жизненный запал. Вот страсть, она же будет в человеке всякие самые лучшие чувства, да, творческие начала. Почему говорят, что со второй чакры идет вверх у нас творческая энергия, сексуальные чакры. Вот у вас такая вот творческая энергия пошла, да, вот она пошла. А дальше восьмерка мечей. Скорее всего, вот какое-то было торможение в развитии этих отношений, да. Или сейчас они как-то перекрыты, идет ситуация возможного страдания, вот. Либо какие-то большие проблемы в этих отношениях, и эти проблемы созданы либо извне, либо один из партнеров начинает сомневаться, насколько целесообразно развивать эти отношения, брать за них ответственность, да, закрывается от них. Тут у нас выпадает король кубков, мужчина, что, скорее всего, дело в мужчине, проблема в нем. Даже если вы мужчина, гадаете, значит, что у вас проблема, да. Но есть чувства в этих отношениях, это однозначно. И вы встретились-то все равно для того, чтобы вот как-то, да, в жизни появился, ну, компас такой, да, проводник в лучшее будущее. Вот так, когда один человек тянет другого, а второй его поддерживает. Удерживает вот его творческое начало какое-то, именно на пути к развитию, к тому, чтобы улучшать свое будущее. Даже если вы вместе не останетесь, вы улучшите свое будущее. Тройка кубков показывает здесь вот такое фривольное времяпрепровождение, да, когда человек может от того, что вот у вас отношения не получается, мужчина может пускаться во все тяжкие. Вот, да и женщина может тоже, да, вот в принципе-то, ну, как у вас все тяжкие, развлекаться, типа, вот пытаться отвлечься, хотя понимает, что это только можно в жизни там один-два раза такого человека встретить, с которым вот такая страсть. А пытается доказать себе, что это на самом деле не так, что это не та страсть, вот самая великая, да, любовь там и так далее. Поэтому здесь для чего встретились? Пробудить внутренние силы, продолжение, ну, оно может не всегда быть обязательно, потому что, ну, у вас же много, аудитория большая, да, каждому пообещать продолжение этой связи я не могу физически. Обращайтесь, если что, за индивидуальным раскладом. Но, по крайней мере, вот энергия этой связи, мы вам ее показали, да, что вы встретились-то не зря, что нужна была эта встреча, чтобы вот открыть вот этот новый жизненный путь, понимаете, друг к другу. Ну, такая позиция. Идем дальше. Для чего вы встретились? Позиция номер два. Такой вот замечательный золотой бантик. Давайте смотреть. Ну, выпала звезда. Звезда показывает исполнение желаний через отношения. Это многообещающее отношение. И, возможно, это человек сильно разного с вами менталитета. Это, может быть, разные национальности люди. То есть, вы для него иностранец, он для вас. Вот. Мне тут как-то написали. Он же иностранец. Ну, а, блин, ты для него тоже иностранка так-то. Он же с тобой, когда общается, он считает, общается с иностранкой. Ну, вот и тут также разного менталитета люди, разного поля ягодки. Может быть, один является знаменитостью, а второй такой темной лошадкой. То есть, но звезда показывает, что люди нашли друг друга для того, чтобы исполнить свои мечты в плане построения отношений. Это многообещающее отношение с видом на брак и с видом на то, чтобы вот в жизни, ну, друг друга один поддерживает второго, да, второй продвигается, допустим, или друг друга поддерживает вот в каком-то деле. Видите, звезда, она же показывает, может быть, такое, что вы связали себя с известным человеком, ну, например, и если вас рядом не будет, он не может творчески реализоваться, да, продвинуться. И он может очень держаться за эту связь, чтобы вы его во всем поддерживали. Или иностранец, например, да, вот что люди разного менталитета встретились друг с другом, чтобы изучить друг друга. Это же вот всю жизнь можно изучать, да, язык там каждого из вас, потом какие-то культурные обычаи, родственников там, да, и так далее. Вот видите, шестерка кубков падает. Вы из прошлых жизней тоже имели эту связь, уже она кармическая, то есть вы и раньше были вместе, да, и тут идет романтика, любовь, видите, король мечей. Даже если мужчина в этой связи холодноват, для вас он является, ну, или вы мужчина, да, то есть пускаете свое личное пространство. Или вот для вас мужчина, который пускает вас в свое личное пространство, проявит ответственность, а для других будет закрываться, холодный будет, да. Но для вас очень верный человек. Ну, такая вот позиция. Мы идем дальше с вами. Третья позиция, для чего вы встретились. Давайте смотреть. Здесь выпала карта четверка мечей. Она показывает, что идет ситуация, когда, ну, вот, один человек другим воспринимается, как тихая гавань, да, тихая гавань. Вы знаете, иногда вот человек живет в жизни, как в бушующем море, когда он все время справляется с штормом, когда у него слишком много трудностей, там, не знаю, обязанностей кредитов, там, ответственности, мучений, болезней иногда, может быть, зависимости, да. Но вот он как будто все время вот в корабле, который в шторм плывет по морю, вот знаете такое. И вы для этого человека, или наоборот он для вас, тихая гавань, тихий остров, где можно отдохнуть. Это отношения чаще всего в одни ворота, как кажется тому, кто является этой тихой гаванью, понимаете? Но на самом деле это не так, потому что тот, кто является тихой гаванью, он как бы, типа, вот мной воспользовались, у меня тут отдохнули и пошли дальше, но это не так. Он же для чего-то принимает такие отношения, такой человек, да, вот, возможно, это вы. И утешает, да, и тут дьявол падает, видите? И утешает, но имеет выгоду тоже какую-то моральную от этих отношений, вот, пытается из себя показать человека, понимающего, доброго. Вот я никогда так плохо с другими людьми не поступлю и так далее. То есть показывает из себя кого-то, ну, так скажем, жертвенного, кто жертвой является. Видите, королева Пентакли и выпала. Она же всепонимающая, всепрощающая жена, да? Даже если вы любовница, вы ощущаете себя всепрощающей женой, вот такой. То есть, понимаете, идет ситуация, когда один немножко пользуется, а второй позволяет пользоваться собой, принимает. Вот, и человек чувствует отдушину рядом с вами, человек чувствует себя успокоившимся, что его хоть где-то в этой жизни принимают, но не остановившимся здесь. То есть, ему дальше нужно идти и справляться со своими вот этими трудностями. Ему дальше нужно плыть вот в этом шторме, у него такая природа. А вы этого не понимаете. Вы считаете, что вот тебе же здесь хорошо, ты можешь остаться. А он считает, что нет, он остаться не может. И так, может быть, уже продолжается несколько жизней, понимаете? Что вы являетесь вот, ну, не то, что перевалочным пунктом, а вот именно вот этим островом, где нужно отдохнуть. Вот. Почему для вас могут быть выгодны такие отношения? Ну, в первую очередь, потому что вы боитесь создать нормальную семью, то есть, подсознательно это идет. То есть, головой хочу семью, головой хочу отношений, но привлекаю такого человека, потому что есть детско-родительская психологическая травма, при которой боюсь, на самом деле, создавать семью. Вот. В принципе, сам человек может быть довольно непрекаянным, и нужно здесь ставить хорошие цели. То есть, сначала понять, какую семью я хочу, каких отношений я хочу, какого человека рядом я хочу. А вот этого человека придется обходить стороной, то есть, сказать ему условия, что я хочу вот таких отношений. Он скажет нет, и вы скажете, ну, тогда я буду искать себе тех отношений, которые мне, вот как я представляю, принесут счастье. То есть, это нужно себя перебарывать. Ну, такая позиция. Идем дальше. Позиция номер 4. Для чего вы встретились? Выпадает у нас Паш Мечей. Паш Мечей, это, знаете, она показывает, это карта, что у одного из вас, а может, у обоих, было очень трудное детство. Вот, много, ну, даже на любовном фронте психологических травм, каких-то предательств, может быть, недоверие к людям, такое патологическое. Вот, или одного из вас, или у обоих, понимаете? То есть, идет ситуация, когда, ну, не знаю, например, детство ваше проходило в 90-е, да, 90-е, потом в 2000-е в начало, когда было, ну, реально тяжело там. Вот, помните, в 98-м году там вот этот вот дефолт грянул. Все в то время сидели по подъездам, многие употребляли наркотики, да, то есть, детство вот такое, оно было босоногое такое, дурацкое, по колониям у многих, да, у мужчин, по разным там, вот этим, комнатам милиции и все такое прочее. Человек такой, вот, который рос в это время, он не может доверять людям совершенно. Почему? Потому что вокруг царил совершенно другой закон общества подростков. Там никто никому не доверял, там были компании, там были драки и так далее. То есть, ну, люди обманывали друг друга постоянно, там, чтобы на деньги развести или еще что-то. Вот выходишь на улицу, не знаешь, что тебя ждет просто, да. Вот он, Паш Мечей, выпадает. То есть, вот, встретились такие люди, вот, или такой человек с нормальным человеком, да. Вот для чего встретились, чтобы хоть как-то начать реабилитироваться в сегодняшнем мире. Вот именно нужна реабилитация. Она могла быть даже вот это давно встреча, но постепенная реабилитация нужна здесь. Выпадает Королева Мечей. В этих отношениях явно есть кто-то лишний, понимаете, и жрица. Кто-то лишний с магией, явно. Вот, и двойка кубков, есть большая любовь. Вот через ваши отношения, человек или вы оба, эти психологические травмы преодолеваете. То есть, через вот эту любовь идет начальная стадия доверия к окружающему миру, к людям, к тому, чтобы реабилитироваться сегодня, начать жить правильно, нормально. Ну, как сказать, попытаться, может быть, как-то реабилитироваться так, чтобы не быть вот этим вот волчонком на улице, понимаете. Чтобы уже вот это все прошло внутри. Вообще-таки отношения могут быть довольно тяжелые. Особенно, когда чьи-то вот эти психологические травмы преодолеваешь. Мучаешься, да, с человеком, чтобы вот он хоть как-то мог тебе поверить, или ты мог ему поверить. Да, вот это все постоянно какие-то прищуренные глаза, постоянные шарения. Даже могут быть в телефоне, могут быть какие-то такие вещи, что вот повернусь, а ты мне нож воткнешь в спину, понимаете. И это нужно же день за днем преодолевать. Димит сегодня у нас в ударе, я извиняюсь, конечно. И это нужно все день за днем преодолевать. То есть, вот как ребенка бы вы взяли бы из детского дома, и каждый день бы ему объясняли, что мир не такой злой. Что его не будут бить, что его обязательно накормят, что ему купят что-то, понимаете. Но с детьми проще, они хотя бы реабилитируются быстрее. Ну, такая позиция. Идем дальше. Позиция номер пять. Для чего вы встретились? Тройка жезлов. Ну, тройка жезлов это многообещающее будущее вдвоем, да. То есть, идет ситуация, когда вы встретились для того, чтобы, по сути, построить совместные отношения, семью хорошую. Давайте смотреть карты дальше. Идет карта мага. Сильная заинтересованность в этой связи. И десятка кубков. Встретились для брака, для хороших, светлых отношений. Для того, чтобы создать в этом мире хорошую, полноценную, качественную семью друг с другом. Жить долго и счастливо вместе многие годы, да. Даже если вы встретились совсем поздно, вы можете еще пожить вместе. Почему нет? Люди даже в старости встречаются и живут там 10-20 лет вместе. То есть, это нормально. Там, не знаю, когда смерть разлучит нас, там и все такое прочее, да. Поэтому здесь, да, здесь встретились для хороших, нормальных отношений, для создания семьи. Потому что здесь есть чувства, здесь есть планы на будущее. Совпадение целей. То есть, когда люди оба хотят одного и того же. Это прекрасно, я считаю. Поэтому здесь пятая позиция. Она будет хоть и короткой, но очень для вас, я думаю, приятной. Потому что с этим человеком можно идти нога в ногу очень долго. И может быть навсегда. Ну, вот такие у нас были пять позиций. Всем спасибо за внимание. Жду ваших комментариев по данному видео. Приглашаю вас на индивидуальные расклады, на консультации по ясновидению, на ритуалы. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайк этому видео, пишите комментарии. До новых встреч. Пока-пока.